Это программа Ресурсы. С вами Динара Садул. Здравствуйте. Глава Госфонда Самруха ЗНАУ Мирзак Шукеев раскритиковал кадровую политику Каспочты. В компании низкая производительность труда и расширенный штат сотрудников, заявил он в ходе расширенного совещания с акционерами, членами совета директоров АУ Каспочта и сотрудниками компании по вопросам реализации программы трансформации. Умирзак Шукеев сравнил возможности современной почты с банковской системой, однако для эффективной работы необходимы кадры более высокого уровня, отметил он. Внутри у вас, я вас посмотрел, состав сегодняшний, структура очень тяжелённая. Очень тяжелый. Просто я, не знаю, четыре зама, один финансовый директор, куча руководителей каких-то служб, около 20 департаментов. Что это такое вообще? Это такое впечатление, что почта у нас стала организацией, куда обычно устраивают людей. Так не должно быть. Не должно быть. Если мы идём на трансформацию, введите правильную кадровую политику. Без этого ничего не получится. Напомним, что в фонде Самбрук Казна из трёх дочерних компаний Казахстан, Тимиржулы, Казмоногаз и Казпочта в этом году началась реализация программы трансформации в пилотном режиме. Она предполагает реализацию трёх основных целей увеличение стоимости существующих активов, оптимизацию портфелей, совершенствование корпоративного управления. Оно сейчас начнётся работа глубинной. Все, кто выпадают, их будет видно. Кто выпадает, тех надо отрезать и всё. Я даю полный карт-бланш. Председателю правления, совету директоров. Потому что без этого мы ничего не сделаем. Вместе с тем, как отметил глава Казпочты, Багдад Мусин, компания на сегодня является единственным социальным институтом, 70% отделений которого приходится на сельскую местность. Он признал слабой стороной Казпочты региональный штат, однако не видит целесообразности в сокращении отделений в сёлах. В рамках трансформации будем искать пути, как ту слабую сторону, которую всегда считали слабой для Казпочты, как превратить её в сильную. Как, используя широкую филиальную сеть, выйти на достаточную прибыльность, чтобы содержать тот штат, который имеется, повышать производительность труда. В настоящий момент под проектом трансформации АО Казпочты работают 36 экспертов. В компании также создан квартал для сбора идей от сотрудников. Потребительская инфляция в Китае упала в августе до 4-месячного минимума, в то время как цены производителей продолжают снижение уже 30 месяцев. Это даёт правительству дополнительные стимулы для поддержки экономики в условиях спада. По данным Национального бюро статистики, индекс потребительских цен вырос на 2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Индекс цен производителей снизился на 1,2%, тогда как ожидалось падение на 1,1%. После снятия Народным банком Китая государственного контроля о стоимости заимствования среди инструментов регулирования инфляции, у ЦБ страны остались резервные требования некоторых банков и таргетирования уровня ликвидности. Эти инструменты не предотвратили замерзение объема кредитной и денежной массы, поэтому у правительства КНР появился очередной повод для стимулирования экономики. На балансах европейских банков, которые на текущий момент проверяются регуляторами, могут находиться потенциально небезопасные активы на 1 триллион долларов. К такому выводу пришли профессор Саша Стефан из Берлинской европейской школы управления и технологий и доктор Йозеф Корте из института Гёте во Франкфурте на Майне. Проводимые регуляторами стресс-тесты не в состоянии выявить реальную степень риска в отношении суверенных облигаций. Более того, тот факт, что международные правила позволяют банкам считать их свободными от риска, а позволяют надзорным органам игнорировать эту опасность. Согласно исследованию Стефана и Корта, 64 крупнейших банка Европы, возможно, имеют на балансах рискованные активы, связанные с суверенными облигациями в общей сложности на сумму 806 миллиардов евро. И на этом у меня все. Я напомню, все наши выпуски доступны на сайте 24КИЗ, а также в социальных сетях. Всего вам хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok